здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у нас на повестке дня вот такой вот узор девчонки красивые невероятно вот смотрите я подложила черную подкладочку чтобы вам было видно хорошо смотрите какая красота но сразу хочу предупредить казалось бы при всей простоте узор очень непрост требует предельного внимания каждая деталь ним имеет как бы смысл поэтому все очень как бы нужно быть очень внимательным я конечно же скажу мнение по поводу этой техники это техника нерегулярного ажур довольно таки интересная вещь получается я видела еще прошлым летом девчонка к сожалению я не смогла найти вот именно вот таким вот узором который мы будем вязать сегодня не именно таким а подобным где чередовались большие маленькие дырки у этой девушки было был связано летний топ и летнее платье пляжное платье я так понимаю или там подкладочка была я уж не помню и была шелковая блестящая нить и изумительно красиво смотрелось безумно красиво этот узор я буду разбирать по петель на девчонки медленно по петель на потому что петель в рапорте 22 целых высоту это 16 рядов достаточно много как сокращать я не знаю я лично я вижу этот узор либо ровное полотно а где лифт допустим уже переходить на лицевую гладь только в ровном полотне вязать этот узор потому что запутаться очень очень сложно ну и как сокращать это тоже очень сложно отследить вот эти вот все сокращения и не потерять узор я буду показывать рапорт 22 петли четко по рапорту схема предложенной из интернета кстати instagram опять я потеряла сообщение я сохранила схему а сообщение потеряла и вот каждый раз у меня такое получается опять же узор не нереально красивый кому озвучивать буду еще и как бы изнаночный ряд в круговую чтобы у вас была возможность и в круговую связать эту вещь схема понятное дело будет схема у нас из интернета немножечко немножечко я ее там изменила некоторые детали условные обозначения не знаю на каком на каком языке но общем я вам озвучиваю на своем языке и свое видение этой схеме поэтому кому совсем уж понятно нужны только какие-то детали ставьте на двойку скорость воспроизведения кому нужно помедленнее сна ставьте на 0 5 и смотрите помедленнее чтобы было понятно но тут важен сам рапорт не потерять тут она и в шахматном порядке это все находится и вроде бы как и нет вроде ну да в принципе вот смотрите дырочки рапорт обозначен вот смотрите на картинке вот таким вот достаточно интересным образом в средине вот эту средину я и буду девчонки вязать именно средину которая обозначена красными линиями вот все как а вот образец у меня связан именно на 44 петли которые у нас и как бы есть этот рапорт но узор безумно красивый знаете чтобы я бы просто может быть его применила низ изделия до низ рукава либо 1 1 рапорт вот полосу пустить да по рукаву или где-то еще вот но весь весь конечно вязать это очень очень девчонки не просто то что я вот этот кусочек вчера вечером обычно я там один рапорт высоту провяжу и потом уже под телевизор дальше уже автоматически машинально здесь же нет здесь нужно следить за каждым рядом правда может может потом она как-то устаканится в голове но вот за три рапорта у меня в голове не устаканилось до такой степени чтобы я могла без схемы вязать поэтому вот вязала соски так и так вязать буду на образце еще раз повторюсь это один рапорт 24 и так набрала я 24 петли из них две кромочные которые я озвучивать не буду и вот вот схема девчонки за скриньте пожалуйста схему и я вижу вот от красной по красную линию то есть один рапорт конечно же неудобно опять же вот эти вот петли обозначения ну вот так вот сделано это схема перерисовывать я не вижу смысла и так значит кромочные опять же я озвучивать не буду только петли буду постараюсь максимально медленно вот кому неудобно нужно быстрее или медленнее то регулируйте скоростью видео итак первый ряд 1 лицевая накид 2 вместе лицевой с поворотом вправо 3 лицевые 2 вместе лицевой с поворотом вправо 2 накида 2 вместе лицевой с поворотом вправо 2 накида 2 вместе лицевой с поворотом вправо 3 лицевые 2 вместе лицевой с поворотом влево накид 1 лицевая 2 ряд изнаночный и все последующие ряды мы вяжем изнаночными петлями кроме двойного накида двойной накид мы первую петлю провязываем изнаночной вторую петлю провязываем лицевой все остальные петли изнаночными если круговое вязание то мы все петли вяжем лицевыми двойной накид мы вяжем лицевая и изнаночная сначала первую петлю лицевой вторую петлю изнаночной так третий ряд 3 лицевые накид 2 вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо или с поворотом видите я раз говорю так разу говорю так в общем понятно я думаю 2 лицевые накид 2 вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо накид 2 лицевые накид 2 вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 изнаночный ряд все изнаночные петли четвертый ряд если это лицевой круговой ряд то все лицевые петли там где нет двойных накидов то мы вяжем просто по узору еще что-то хотела сказать что то я потерялась ладно не буду ничего говорить не относящегося к узору у нас хотя бы этот кусочек был просто узор пятый ряд накид 2 вместе лицевой с уклоном влево три лицевые вместе вместе 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 3 лицевые вместе лицевой с уклоном вправо накид изнаночный ряд все изнаночные петли либо если круговой все лицевые кроме двойного накида в изнаночном ряду это 1 изнаночная 1 лицевая вот он а в лицевом ряду если это лицевое вязание то это вот таким вот образом 1 лицевая 1 изнаночная вот а что и что я хотела сказать так это вот эти уклоны вправо влево имеют огромное значение я поначалу хотела ну ладно просто буду провязывать 2 вместе а ничего не получилось так и так 7 ряд 1 лицевая накид 3 вместе вот единственное вот это вот эти три вместе не поняла ту а тут с уклоном тоже значит здесь с уклоном влево я так понимаю сейчас попробуем двойной накид это три вместе с уклоном влево так 2 вместе лицевой с уклоном вправо 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид а здесь вот три вместе лицевой с уклоном вправо я их вот так вот переодену и с уклоном вправо слева направо провяжу вот теперь накид и 1 лицевая так это был седьмой ряд сейчас 8 ряд изнаночный то же самое либо лицевые либо изнаночные петли все кроме двойного накида вот уже у нас вырисовывается узорчик его конечно же плохо видно пока не обработается полотно вот когда она обработана тогда уже начинается вот эти дырки большие маленькие объявляются проявляются очень красиво смотрится итак 9 ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 1 лицевая изнаночный ряд все как обычно по узору кроме двойных накидов лучше же конечно этот узор все таки вязать круговую если вязать уже платье или маечку то в круговую а потом где рельеф и переходить на лицевую гладь чтобы этот узор был как отделка но отделка будет девчонки с ног с шибательная правда так 11 ряд 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид 6 лицевых 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 12 ряд изнаночные петли 15 ряд 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 14 ряд изнаночный по узору так 15 ряд 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид 3 вместе с уклоном вправо мы поворачиваем и провязываем 3 вместе с уклоном вправо накид 2 лицевые накид 3 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо и все. И теперь 16 ряд, и это и есть наш раппорт, который мы далее повторяем с первого ряда. И вот эти вот 22 петли. Если, допустим, вязать несколько раппортов в ширину, то я рекомендую, девчонки, вам, чтобы не потеряться, потому что я, где терялась в схеме, в середине, как бы, ряда, я возвращалась в начало ряда и, как бы, пересчитывала. Поэтому каждый раппорт отделяйте маркером, каждые 22 петли, чтобы вам было удобнее, вот, если разутюжиться, вот он, этот узор. Казалось бы, хаос хаосом, но по итогу получается вот такая вот красота. Да, вообще, бомбезная, нереальная красота получается по итогу, девчонки. Поэтому я бы вам, конечно же, этот узор рекомендовала. Кто хочет, знаете что, кто хочет эксклюзивную, неповторимую вещь, вот, вот точно будет. Просто так никто ее не свяжет. Вот летом заморочиться и связать себе такую вот шикарную маечку, а еще лучше платье. Представляете, платье летнее, пляжное, вот такое вот класс, 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 класс. Все, девчонки, я на сегодня с вами прощаюсь, с вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.